Всем привет! С вами Ольга и вы на канале Бест Рукоделие. На днях у меня заказали ушки белочки на ободочке. И хоть я никогда не делала их, отказывать не стала. Мне всегда интересно делать что-то новенькое, заодно делиться с вами получившимся результатом. Ободок у меня металлический, поэтому решила оклеить его лентой. Узкой оранжевой ленты у меня в наличии не оказалось. Пришлось одолжить у знакомой девочки, которая также занимается изготовлением аксессуаров для волос. И живет неподалеку. Оклеила обруч этой лентой по спирали. Далее отобрала из своей богатой коллекции материалы, которые могут подойти к предстоящей работе. Из них выбрала наиболее подходящие, на мой взгляд. Шаблон ушек нарисовала заранее, как и сам эскиз, который еще корректировала в ходе вырезания. По итогу остановилась на длине 12 см и ширине 5,5 см. Обвожу получившийся шаблон на фетре и вырезаю. Такие заготовки нам понадобится 2. Из глиттерного фоамирана вырезаю ушко для декора. Шаблон для этой детали делала очень просто. Предыдущий шаблон сложила пополам, отступила от всех краев, кроме нижнего, по 7 мм. И вырезала. Таких деталей тоже понадобится 2. Так как кисточки ушек я планировала сделать черного цвета, из черного кожзама вырезаю по шаблону бантик. Размер шаблона 9 см на 3,5 см. И чтобы край не сыпался у кожзама, прохожусь по краю зажигалкой. И таких деталей тоже должно быть 2. Для кисточек нашла у себя меховую полосочку. Распорола ее и у меня получились 2 заготовки нужного размера, но не цвета. Решила покрасить их краской по ткани. Я хотела, чтобы сам мех был коричневым, а кончики черными. Смешала желтую, красную, синюю и немного черной краски получился коричневый цвет. Хорошенько пропитала получившейся краской мех, а по кончикам прошлась чисто черной. Утром промыла заготовки и поняла, что ничего не получилось. Краска не взялась, цвет остался тот же, только появились темные пятна. Расстроилась, конечно, но нам не на выставку, а на утренник в детский сад, поэтому продолжаю работу с тем, что есть. Меховую полуполосочку складываю пополам и склеиваю, чтобы мех был по кругу. Склеиваю бантик для декора. И подготовительная часть, можно сказать, окончена. Останется все собрать вместе. На обруче нахожу середину и делаю отметку. Рисую также линии на 1 см вправо и влево от линии центра. Это будет место, где начинаются ушки. На фетре делаю отметки, чтобы видеть, куда наносить горячий клей и ровно приклеить заготовку к ободку. Следы от ручки не останутся и не испортят внешний вид изделия, так как я использую ручку, которая исчезает от воздействия тепла. Далее главное не разогнаться и не заклеить ушко полностью. Заклеиваем его только до середины. Прежде чем вклеить мех, обрезаю его в нижней части, чтобы сама заготовочка не была толстой. И отлично приклеилась между фетром. Приклеиваю мех и заклеиваю ушко до конца. Точно так же поступаю со вторым. Заготовка из глиттерного фоамирана, такой, как я ее вырезала, не подходит. Не страшно, необходимо просто вырезать нижнюю часть дугой. И теперь уже она хорошо вписывается в ушки. Вклеиваю эти части. И все, что остается, это украсить ушки белочки бантиками. Как вы думаете, я справилась с заказом? Напишите в комментариях, как делаете ушки белочки вы. Какие у вас есть фишки и лайфпаки. Мне будет очень интересно почитать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!